МТК-Видео Магаданским школьникам передали ноутбуки для дистанционного обучения. Гаджеты вручили в рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома». Обильный дождь, резко обрушившийся на Колыму, стал долгожданным событием для любителей сбора грибов и ягод. За последние недели в регионе наблюдалась устойчивая солнечная и сухая погода. Сейчас столбики термометров сдали позиции сразу на несколько градусов. И помимо дождей, в Магадан пришло похолодание. Сейчас характер погоды у нас формируется под влиянием активного атмосферного фронта, который опустился с севера. И с ним связаны облачность на всей территории области у нас, осадки, дождь. Он идет у нас практически везде, но интенсивность его разная. Где-то небольшой дождь, где-то умеренный, где-то сильный. По словам специалистов, облачная погода с осадками от небольших до умеренных сохранится ближайшие три дня. Но сильный дождь будет отмечаться только 12 августа. Губернатор Магаданской области встретился с молодежью. Мероприятие прошло в формате диалога на равных. Архитектура города, образование, досуг, заработная плата. Это прежде всего волновало участников встречи. Глава региона поделился своей историей выбора профессии, акцентируя внимание на том, что важно заниматься тем делом, которое будет радовать всю жизнь. Весь вопрос, какую профессию ты хочешь. Если для этой профессии надо получить, конечно, хорошее образование, дает тебе определенные конкурентные преимущества, дает возможность заработать лучше. Потому что именно эти знания дают тебе в твоей профессии возможность развиваться и подниматься в том, что по карьерной лестнице. Также губернатор рассказал о развитии культурной инфраструктуры на территории Магаданской области. Сегодня идет строительство нескольких спортивных комплексов, что дает возможность для реализации многих потребностей у молодежи. В городе возводят парки и в планах есть еще проекты по развитию комфортной среды. В библиотеке имени Пушкина провели пресс-конференцию по итогам экспедиции на хребет Оханде. Ее совершили сотрудники Магаданского отделения Русского географического общества. Высота хребта 2337 метров. Находится он в Сусуманском городском округе. Еще недавно высшей точкой региона был пик Билибина – 2292 метра. Теперь же это хребет Оханде. Поэтому, по словам специалистов, подтверждение новой вершины – большой вклад в науку. Кроме того, вся экспедиция – большое достижение для географического общества. Это экспедиция в дело популяризации продвижения туристских ресурсов Колумбского края Магаданской области. Как рассказывают исследователи, цель экспедиции – оценка экологической ситуации. Нужно было изучить флору и фауну этой местности. Природная ценность района – озера. Также там расположены многочисленные памятники истории. По словам экспертов, эта местность наиболее привлекательна для Магаданской области в туризме. Но вершина, та, которая была отмечена как вершина 2337 метров – это, можно сказать, вишенка на торте. Потому что основное блюдо – это, конечно, горы. Это ледниковые кары потрясающие, это ледниковые озера, это водопады, это каньон, который, в общем-то, нам, ну, такой преподнес, природа нам преподнесла сюрприз. Мы увидели там потрясающие красоты каньона. В скором времени Магаданское отделение Русского географического общества планирует официально зафиксировать открытие на картах. По словам специалистов, Магаданская область сейчас притягательное место для туристов. Тем более, многие места Колымы еще не изучены. Поэтому исследователям есть, где развернуться. В Магаданской городской думе провели заседание комиссии по вопросам градостроительства ЖКХ и экологии. Депутаты говорили о корректировке правил землепользования и застройки. В частности, в гемплане предусмотрено изменение функционального зонирования с градостроительной ситуацией и планами дальнейшего капитального строительства. Изменения в правилах землепользования обусловлены необходимостью приведения документов в соответствии с изменениями в генеральном плане Магадана. Связано это опять же с обращением, которое поступили в этот период от индивидуальных предпринимателей, организаций, граждан, связанных с изменением значения земельных участков для дальнейшего его использования. Соответственно, в приведение в соответствии с градостроительной схемой с точки зрения подтопления земельных участков. Все вопросы прошли процедуру публичных слушаний. В Магадане учебный год начнется очно. По словам специалистов, дистанционное обучение осенью пока не планируют. Однако сотрудники образовательных учреждений должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Начало и конец занятий, как и перемены, должны проходить в разное время. Сделают это для того, чтобы избежать заражения коронавирусом. Будет максимально делаться все для того, чтобы разобщить потоки детей. И, скорее всего, будет и такая веерная система перемен в школах города, для того, чтобы в переменах в школах, где одновременно 700-800 детей учатся, не пересекались потоки и не происходила ситуация с заражением. Линейки 1 сентября отменены. Не будет также в этом году и традиционного шествия первоклассников в связи с соблюдением эпидемиологических норм. Сейчас в областном центре Колымы активно комплектуют первые классы школ. Более 1100 детей приняты в образовательные учреждения города. По словам специалистов, до конца лета ожидают еще около 200 детей. Многодетным и малообеспеченным семьям Магаданской области подарили ноутбуки. Оборудование вручили для дистанционного обучения. Родители пригласили в приемную региональной общественной политической партии «Единая Россия». Ее представители вместе с министром образования Магаданской области Анжелой Шурхно торжественно вручили пяти семьям ноутбуки с мышками. В итоге дистанционных проходят некоторые уроки. Сегодня ребенок познает мир, иногда исчерпает информацию как раз именно из интернета. И мы сегодня не можем этого не признавать. Кроме того, есть всероссийские платформы образовательные, есть ресурсы, рекомендованные, аккредитованные Министерством просвещения. Есть информация, которая необходима просто при подготовке к уроку, при подготовке домашнего задания, при подготовке к лабораторной работе и, конечно, государственной итоговой аттестации. Поэтому это очень важная часть, хотим мы того или нет. Сегодня мы шагаем ногу со временем. Современное образование – это цифровизованное образование. Политическая партия «Единая Россия» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения России запустили благотворительную акцию «Помоги учиться дома» 13 апреля. Всего на территории Магаданской области на сегодняшний день ноутбуки вручили пятидесяти малоимущим и многодетным семьям. Сотрудники Магаданского поисково-спасательного отряда подняли со дна озера тело Андрея Тайкевала, который месяц назад утонул вблизи села Аратук. Поисковая операция с применением авиации была проведена по поручению губернатора региона Сергея Носова после обращения сестры погибшего. В ней принимали участие группа спасателей Колымского управления МЧС России в составе трех человек. Тело удалось обнаружить спустя час на глубине около пяти метров. «11 августа, значит, с применением авиации и аварийно-спасательного центра Хабаровского нашими спасательно проведены поисково-спасательные работы по поиску и подъему утонувшего человека. Значит, поиск и подъем человека проводился подручными средствами специальными, то есть это путем траления, кошками, тралами. Тело поднято на поверхность, где его осмотрел специалист следственного комитета и далее было доставлено в город Магадан». Между тем, в настоящее время спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России уже несколько дней продолжаются поиски человека, пропавшего 2 августа на озере Грант. По словам очевидцев, управляя моторной лодкой, он не справился с управлением и упал в воду. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений там... В четверг, 13 августа, в Магадане переменная облачность, дождь. Температура ночью 11 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Влажность составит 89%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63 66 92. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин